здравствуйте меня зовут федор васильев я вас приветствую в проекте джумала сенсей урок номер 75 итак мы начинаем с вами изучать компонент альфа юзер point в прошлом уроке мы с вами его установили и первое что нужно сделать необходимо у нас вот здесь вот сразу высвечивается предупреждение так можно сказать первое что я вам предлагаю сделать это синхронизировать пользователи обязательно это нужно сделать то есть у вас должно быть зарегистрированы пользователи даже если вы только 1 1 администратор все равно нужно это сделать вот здесь вот есть такая кнопочка они по-русски написано синхронизация пользователей кликаем по ней один раз левой кнопкой мыши ждем процесс и вот здесь у нас показано все пользователи синхронизированы у нас одно предупреждение исчезает и остается еще одно предупреждение что нам нужно настроить а произвести первые настройки нашего компонента не пропустите мои топовые продукты поджумла вот здесь в правом верхнем углу есть кнопка настройки кликаем по этой кнопке настройки их тут немного давайте по ним пройдемся здесь просто как вы хотите чтобы а баллы от отображались то есть как они делились тут через точку через запятую но я оставляю первый вариант как есть разрешить отрицательное значение счета здесь при наведении можно видеть подсказки по русски не всегда не всплывает вот так вот я вам предлагаю здесь выставить да вы потом поймете при каких это условиях баллы будут списываться с пользователей включать все действия конечно же да вот здесь интересно смотреть ограничение баллов в день для пользователя чтобы человек не мог превысить какое-то значение если вам нужно то здесь проставляйте я ничего ставить не буду система регистрации но у нас пока регистрация только через обычную джуму то есть обычные регистрации джума здесь можно выбрать если у нас будет установлен компонент например джум социал компонент социальной сети комьюнити билдер и так далее то есть позже также будет бесплатная серия уроков скорее всего про комьюнити билдер если мы будем это использовать в связке с альфа user point то здесь можно будет выбрать регистрации через комьюнити билдер пока здесь оставляем без изменений следующая вкладка профиль кто может видеть профиль пользователи зарегистрированный гостям ну в принципе я не рекомендую чтобы гости видели профиль пользователя но принципе можете на свое усмотрение префикс зарезать зарегистрировавшийся самостоятельно префикс зарегистрировавшийся по приглашению здесь если это нужно вы можете по-английски как-то отметить этот префикс будет подставляться я сам не проверял скорее всего будет курлу подставляться если как бы это не нужно ничего не пишите то префикс будет как-то там автоматически прописываться айди реферала случайным образом или имя пользователя поставим имя пользователя то есть айди реферала этот человек например который приглашает по своей реферальной ссылке зарегистрироваться другому пользователе на данном сайте и вот что подставлять имя пользователя чтобы было видно прямо в айди реферала кто приглашает использовать изображение альфа юзер поинт здесь принципе можете читать в подсказочке принципе можно использовать или в списке выбрать смотрите кунена я оставляю альфа юзер поинт ссылка на профиль в компоненте смотрите можно также выбрать у нас же стоит кунена с вами у нас с ней будет интеграция если оставляем альфа юзер поинт то зайдя на форум и кликнув по аватарке пользователя попадете не в профиль компонента кунена а в профиль альфа юзер поинт так как в альфа юзер поинт больше данных больше всяких фишек интересных больше возможностей то лучше пускай будет профиль альфа юзер поинт главным то есть основным а в профиль кунена использоваться не будет то есть вот такая тесная интеграция следующая вкладка интеграция джун социал если используем здесь просто да нет можно поставить следующая интеграция компонент а даем а даем в профиле смотрите это тоже очень мощный бесплатный компонент очень классный по внутренней переписке пользователей между собой и там много чего еще есть и вот есть еще а даем уведомление также здесь можно интеграцию произвести то есть есть интеграция с альфа юзер поинт когда закончим уроки по альфа юзер поинт скорее всего следующая серия уроков будет про компонент а даем тоже очень мощный классный инструмент так как у нас ничего здесь этого нет мы здесь ничего не трогаем и следующее поле это тоже связано с а даем компонентом тоже мы его не трогаем ну и вкладка права здесь мы в принципе ничего не трогать нажимаем сохранить закрыть как вы видите у нас сверху предупреждение исчезает первые настройки компонента альфа юзер поинт выполнены следующем уроке мы будем с вами настраивать вот эта первая кнопка правило это очень ответственный важный момент здесь нужно будет разбираться на этом здесь все если урок для вас был полезным ставьте пожалуйста лайк и подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новые познавательные выпуски на этом я с вами прощаюсь и до нового видео друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс три года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акции вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую и так если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь то есть Субтитры создавал DimaTorzok